Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, жители и гости нашей удивительной Карачаевой Черкесии! На календаре 9 июля, суббота, и мне очень хочется пожелать вам, чтобы те выходные, которые уже наступили, вы провели так, как непременно запланировали. Вчера в России был замечательный день, день семьи, любви и верности. Кстати, приказом президента России Владимира Путина этот день признан официальным праздником. И вот в продолжение этой темы, темы веры, надежды и любви, сегодня в нашей студии удивительные гости. Это семья Губановых из города Уджигута. Люди прожили в семейном счастливом браке 38 лет, и я думаю, что вам доброе утро, Марина и Александр. Вам непременно будет чем поделиться сегодня с нашими зрителями, теми слагаемыми вашего семейного счастья. Я благодарю вас, что вы нашли время и пришли к нам в студию сегодня. Добро пожаловать! Смотрю на вас и пытаюсь понять, кто же из вас глава семьи Александр Сергеевич. Признавайтесь. Да-да-да, он. Чуть-чуть, да. Первые, наверное, лет 15 были вы? Ну, в принципе, да. А потом передается супруге права. Забот, хлопот. У мужчин поменьше. Наверное, и прав получается побольше. Со временем прибавляется, да, Марина Владимировна? Ну да, забот, хлопот, скажем так, ответственности. Со временем, как и в каждой семье, поначалу-то, как люди встречаются, это любовь, это одно, когда замуж выходят, женятся, это совсем другое. Привыкаешь друг к другу, разные характеры. Но потом нужно, чтобы единое целое было и с этим целым идти до конца жизни. Ну, я знаю, что вы ждали своего парня из армии. Да-да-да. Верная подруга была, да? Два года. Потом, когда вы уже были в браке, вы поженились, вы еще учились в Карачаевском педоинституте на отделении изобразительного искусства. У вас уже дочка родилась первая. Да, на третьем курсе родилась Оксана у нас. Ой, это самое чудное время было, когда вот я училась, супруга мы вместе там жили, квартиру снимали. Вот настолько вот вспоминаю, с таким трепетом в душе, мне определили индивидуальное обучение, потому что, как и училась хорошо и старалась, курс у нас вообще был идеальный в плане того, что вот талантливые люди подобрались, потому что по эксперименту у нас всех набирали. Даже если кто-то в чем-то не вытягивал по экзаменам, а по важным предметам вот живопись, композиция, очерчение и рисунок, пять было, дальше проводили. И действительно талантливый курс вот получился. И вот сказали так, будешь учиться, ничего, сейчас найдем, все устаканится, действительно. Муж у меня на выходных с колясочкой гулял, я ходила на занятия. И вот и купал, и нянчил, и кормил, и стирал, все как и положено. Нянчил, все, ждали, сидели под институтом, когда я выйду с занятий. На время кормления отпускали меня, бежала, покормила, вернулась. Это вот после рождения, буквально она мне 21 марта родилась, никогда не забуду этот день. Все 29 человек в курс пришли и кричали под окнами «Поздравляем!». Да, ну есть что вот вспомнить. И вот дочка выросла талантливая. Вот все схватывает. Наверное, вот эта энергетика вся передалась. То, что я училась, все в таком напряженном темпе было. Интересная жизнь была. Вообще вот женились мы-то интересно. Приехал за мной, я на пленэре была, на Махаре. На первый водопад мы ушли рисовать. Это было как раз 1984 год. Смотрю, идиот, лицо знакомое. Он пришел жениться, приехал, пешком шел от лагеря, нашел, где я. Сказал, так, все, забираю, женюсь. И Владимир Ибрагимович Черкенов, царство ему небесное, говорит, ну что ж, если такое дело, отпускаю домой. Отпустили. И вот как-то вот сложилось в нашей семье. Потом до меня как-то вот дошло. Не знаю, вот просто осенило. 15 июля меня засватали. 15 августа подали заявление. 15 сентября сыграли свадьбу. У вас счастливое число есть? Да, 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 да. Вы знаете, я понимаю, что, конечно, главное счастье в вашей жизни – это ваши дочери. Их у вас двое. Двое, да, они замечательные девушки, уже семейные. Вы сейчас помогаете им воспитывать внуков. Но, наверное, в любой семье есть свой очаг. Есть дом, куда все слетаются, приезжают. И вот такой дом есть у вас. Да, да, да. Это наше детище. Ой, как мы его строили. Я его планировала, будучи еще учащим в институте. Все, мы уже задумали, строим дом. Родители его и мои купили нам участок земельный и решили, будем строиться. И вот мне нужно было спланировать. А тогда же типовые проекты были, что выдавали в администрации. Ну, везде одинаковые были. А хотелось именно свой. Вот действительно, у меня там две тетради этих чертежей. Ну, черчение – это мой профиль. Чертила сидела, мне помогали. Все знали, что я увлечена этим. И вот у нас там выписывали багет для оформления творческих работ. Мои сокурсники с избытком выписывали, как на свои творческие работы, отдавали мне. Говорят, это в доме что-то оформишь, будешь помнить нас. Так оно и вышло. И вот этот дом стал действительно магнитом. Он у нас не закрывается ни днем, ни ночью. Там столько детей выросло в этом доме. Наши, соседские, родственников, племянники. И все любят. У нас Чапаева адрес. Все говорят, о, да, Чапаева – это ж вообще колыбель. Вот действительно теплый он дом, уютный. В нем настолько вот спокойно, его невозможно не любить. Всегда в таком доме чего-то там, на первый взгляд, может быть, лишнее. Какие-то коробки, какие-то, не знаю, веточки, какие-то бутылочки. Вот этого всего, наверное, в вашем доме много. На первый взгляд, не нужного никому. Вот, Александр Сергеевич, вы не пинаете все это ногами? Не избавляетесь? Нет, ногами не пинают. Оно просто исчезает почему-то. А куда девается? Ну, нет, это сейчас уже с избытком собралось. А до этого нет-нет. Потому что я знаю, вот, оно пригодится. Вот сейчас я не знаю, что с этим будет. Ну, через неделю я придумаю, что с ним будет. Потому что можно из бутылки там вазу сделать. Ну, дать вторую жизнь. Той же самой коробке органайзер сделать. Ну, не знаю, я вот этим увлечена. Ну, нет ненужного, все нужное. И вот детей своих в школе этому учу. И ему так интересно, как из этого? Салфетки, коробка, оп, вот такая красота получается. Все-таки как-то, ну, я говорю, вы понимаете, мы же люди. Слоны научились рисовать, а мы люди. Величайшее творение Всевышнего. Ну, почему же мы можем красоту и своими руками создать? И когда вот у них это получается, ой, как они радуются. Это стоит увидеть. Глаза горят. Вот такое ощущение, грудь колесом, мое произведение. Я сделали, я сделал. И мальчики, и девочки делают. Это 11 класс. Вот у меня есть в 10-м и в 11-м классе индивидуальный проект называется. Дисциплина, курс. И вот там мы творческие проекты тоже в том числе делаем. Я думаю, что ученики тоже очень увлечены тем, чем увлечены вы всю жизнь. Еще вот половина заслуги моего супруга. С самого института ему предложили на спортфакт поступить после армии. Его сразу брали, потому что человек только пришел из армии. Он говорит, потом я подумал, говорит, а как же ты будешь учиться, я буду учиться. Как мы будем жить? Нет, я буду работать, а ты учись. И вот мы жили в Карачаевске, снимали квартиру, потом нам дали от теплосетей, квартиру жили. Ничего, выучились. Александр Сергеевич, уважаю. Да. Настоящий мужик в доме. Да, 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 поступок, поступок. Конечно, поступок. И по сей день он помогает. Вот какая-то моя задумка, Саша, как это вот. Так, сейчас подумаем, найдем, с чего придумать. Вот хочу вот так, вот так. Так, подумаем, сделаем. Ну, прежде чем что-то сделать, думаешь, 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 потом по одному подумаешь, подумаешь по другому. А как лучше сделать? А, вот так лучше. Начинаешь делать, бах, сделал, все нормально, нормально. Ну, значит. Главное, чтобы жена была довольна, правильно? Да. Чтобы не было претензий. Да, тогда и больше будет вкуснее, и пельмени слаще. Это да, точно. Ну, вы знаете, совершенно замечательный факт, что есть в вашей семье 15 число, которое сыграло своего рода такую, наверное, какую-то значимую роль. А еще есть что-то такое, вот, чтобы вы хранили как-то особенно, какая-то, может, реликвия семейная? Да, вот буквально недавно, скажем так, в прошлом веке, в 20 веке, это 90-е годы, моим родителям их друзья подарили иконы. Ну, война в Грозном, вы помните, была. И там вот переезд из Грозного, ну, все подробности не буду излагать, и вот они подарили ему вот эту икону оставили. Феодоровская Божья Матерь, я не знаю, какого века эта икона, и вот мама отдала ее мне. И вот теперь она уже будет у нас переходить по поколениям. Старинная икона, намоленная икона. Мы люди верующие. Моя мама очень глубоко верующий человек. Вот это вот наша, скажем так, реликвия. Дальше уже от нас, нашим детям, от их детей, их детям, будет переходить по поколению. Здорово, так важно, особенно сегодня. Да, особенно сегодня. Наверное, как никогда сегодня. Самое важное сейчас духовное. Я вот считаю, все оттуда идет. От воспитания. Ну вот банальные, кажется, кому-то, наверное, слова веры, надежды, любовь. Но они какие-то основополагающие все-таки в нашей жизни. И вы помните, как писал Толстой? Каждая счастливая семья счастлива одинаково, каждая несчастливая несчастна по-своему. Я никогда не поверю тем людям, которые скажут, вот мы прожили там 20, 30, 40 лет и ни разу не поссорились. И вот прям душа в душу. Ведь у вас тоже, наверное, были сложные. Да, конечно. Бывает, конечно. Ну а чушь. Как переживали? Как? Ну как поссоришься, так и помиришься. А за чего-то ссорились? Вот расскажите. Ну, бывает. Может, не заборщаешь, наверное, Александр Сергеевич? И мелочи, и крупные, по-всякому бывает. Ну, просто первому кому-то надо. Жизнь и жизнь. Оно без ссор не бывает тоже. Ну, как говорят, борщ без соли, он невкусный. Так и это. Ну, кто вот, поделитесь секретом, может быть, своим семейным. Кто идет первый на примирение? Я. Чаще я. Иногда он. А как идете? Как миритесь? Ну, перемолчать. А потом все заново, как ничего и не было. Как ничего и не было. Да. Ну, какие-то там специальные приемчики. Может, в самом деле борщ повкуснее приготовить или еще? Работать вместе. Работа очень хорошо сплачивает. Вообще труд вместе, все забывается, опять едино работать, что-то должно быть общее, целое, единое. Думать одинаково, делать одинаково. Что-то должно быть, что сближает. Я в последнее время очень часто беседую с молодежью, и столько взаимных претензий. И от девушек, и от парней. И вот девушки не такие, а ребята не такие. И все, чего-то они хотят. И боятся они идти друг другу навстречу, и боятся какой-то ответственности за семью, за будущее этой семьи, за детей еще нерожденных. Да что же происходит сегодня в нашем обществе? Ну, поделитесь вы с высоты своего уже большого такого семейного опыта, что сегодня в нас не так, что мы так с трудом идем на, наверное, на самое большое счастье в этой жизни создать свою семью и дать продолжение роду. Что сегодня мы... Ну, вот, наверное, раньше такие меркантильные люди не были, как вот сейчас. Мы не думали там, вот, не будем жениться, пока нет квартиры, машины. Сейчас еще, видите, большие эти, как, развитие технологий, вот эти, ну, как, связь. Ну, интернет, связь, да. Интернет, связь. Раньше-то не было такого. А поочию знакомились, да, встречались. А сейчас полгода переписываются в интернете, а потом замуж. А раньше надо было, чтобы увидеть человека, пойти к нему или там встретить, прийти. А сейчас по телефону пообщались, попереписывались. И опять телефон ушли. А мы, первое свидание у нас было в кинотеатре 25 января, и фильм был «Реванш» Жан-Поль Бельмонто во главной роли. Это прям запомнило. Видите, как, столько лет прошло, а вы первое свидание еще помните. Да, да, да. Потому что оно было вживую. Все верно. И такое долгожданное. Не дистанционное. Не дистанционное. Раньше все равно чуть-чуть, кажется, интереснее было. Да. Веселее. Абсолютно с вами согласна. Абсолютно. И вы знаете, мне очень хочется пожелать вам на прощание, чтобы через какой-то год там с хвостиком небольшим, да, вы обязательно пригласили нас на сорокалетие. Со дня вашего бракосочетания. Дай бог. Сорок лет вашей совместной жизни. Дай бог, дай бог. И от души вам этого желаю. Не болейте. Воспитывайте внуков. Помогайте дочерям. Любите зитье. И пусть ваш дом будет всегда полной чьей. Спасибо большое. Спасибо. Все взаимно. Вас только рад. Спасибо большое. Спасибо за эту встречу. Друзья, напомню вам, что сегодня в нашей студии была замечательная семья Губановых из города Усть-Жигута. Прощаясь с вами, я еще раз хочу пожелать вам, проведите ближайшие выходные так, чтобы в понедельник вам непременно было о чем рассказать. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok